Эмоции контролировать нужно свои, предлагаю. Мы же конструктивно общаемся. Диалог явно не клеится. В администрации Ленинского района три стороны жилищного конфликта. Жители, чиновники и застройщик. Топор войны выкопал регион. Строй, который около двух недель назад начал работы между двумя домами на улице Гущина. На этом крошечном участке собираются построить еще одно жилое здание. Мы ноль. Мы маленький-маленький ноль. Мы для по сравнению с вами. И все. Бумажки напрямую связаны с судьями. Две тысячи человек. Вы нас просто. Вот никак. Собственники, которые купили квартиру пару лет назад, в шоке. Близость с будущими соседями их не радует. Да и вообще, когда-то им обещали здесь зеленую зону, детскую площадку и парковку. Сегодня у застройщика новое обещание. Он все-таки строит десятиэтажку, а рядом... Мы строим благоустроенную детскую площадку на данном участке, да, которая будет пользоваться все жителям микрорайонного данного. Подземный паркинг у нас там предусмотрен, который тоже может приобрести, в принципе, любой житель. И предлагаем в свое, как компромиссное решение, да, для жителей наземную парковку на 80 машин на мест. Это не тот компромисс, который нам нужен. У нас проблема в том, что будут строить под окнами дом. То, что этот дом повлияет на наши условия жизни. Посмотреть в стены окна, ну, это такой у себя вариант. Также парковка никак не повлияет на то, что могут быть какие-то оползни, как-то поплывет грунт. Ограничить право застройщика невозможно. Остается обжаловать решение частной экспертизы и подавать в суд. При этом Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула уже выдал разрешение на строительство десятиэтажки. Жильцы недоумевают. Скоро между домами будет расстояние всего 15 метров. Рядом дом в 25 этажей. Переживут ли люди стройку? Вопрос. Новые дома и без этого пошли в трещину, начали лопаться трубы. Вот в этом конкретном месте нет единого плана развития. То есть, по большому счету, все начиналось со строительства одного-двух домов, которые застраивались, как получается. Ну, и дальше идет такая застройка. Тут, в общем-то, и жителям, и людям, которые присматривают себе квартиры, надо понимать, что выбирая жилье, лучше ориентироваться на какую-то комплексную застройку, в которой есть общий генеральный план, в которой будет понятно, что будет построено рядом. Сегодня застройщик при нас пообещал заморозить работы на месяц. Дальше будет видно. Теперь собственники намерены отстаивать свои права в суде и не исключают, что, возможно, им придется искать защиту в лице губернатора Виктора Томенко. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.